Всем привет! Это моя подруга Маша, и сегодня мы гуляем по Петроградскому району. Это очень красивый район Санкт-Петербурга. Маша, какие у нас планы? Мы собираемся сейчас пойти на обед, а потом прогуляться до станции метро Горьковская. Я обязательно оставлю ссылку на отличный аудиогид. Куда идем? Нам нужно выйти на набережную и пройти еще 700 метров. Пойдемте. Впервые делаю такой влог, не знаю, что получится. Надеюсь, будет интересно. Маша, расскажи, какие новости в целом? Как дела? Поделись сплетнями с работы. Ну, да дела на самом деле вообще хорошо. Я вот занялась эскизами активно, и у нас скоро выходит новая коллекция моего завода. Мы решили выпустить первую партию изделий с бриллиантами. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Не совсем понятно, что за завод, что за изделия. Я работаю на ювелирном заводе Талант. Это входит в холдинг 585 производителей, и мы занимаемся разработкой и производством новых моделей для холдинга. То есть до этого нас знали просто как исполнителей чужих заказов, а сейчас мы начали делать что-то свое. Раньше я занималась только 3D-моделированием, а теперь я еще работаю как художник. Да, класс. И как тебе новая должность, новое направление? Я вообще очень рада, что у меня появилась возможность переквалифицироваться и добавить себе еще в портфолио и к своим навыкам еще скиллов. И как бы сейчас я чувствую прямо удовлетворение. Мне очень нравится работать над новым проектом. Вот. И как бы собираюсь дальше развиваться в этом. Да, класс. А мы сейчас подходим к набережной реки Карповки. Но нам сейчас нужно перейти на дорогу. Да, стоп. Мы идем в кафе Азиаты. Оно находится в аптекарском переулке. Ты там уже была? Нет, я там первый раз. Так. Когда Маша ведет меня куда-то в первый раз, не факт, что мне сразу понравилось. Ну, я же тоже там не могла. Но мне кажется, что там хорошо. Я почитала отзывы. Да, здесь интересное место. Здесь несколько кофеен, ресторанов. На крыше проходят концерты. Раньше это, по-моему, было как промышленная зона, да? Да. Здесь какие-то фабрики были. Да, раньше это была территория завода. Ага. Правда, я не помню, что за завод. Ну, это не важно. Теперь он желтого цвета. Да. В любом случае. Вот, смотрите. Интересная архитектура. Ой, как скользко. Да, у нас сегодня солнечно, но при этом не жарко. По-моему, минус 2 или минус 3 градуса. Ощущается, как минус 11. Да. Как минус 11 в Сибири. Кем-то. Нам нужно выйти из внутреннего двора, пройти и зайти опять. Хорошо. Так, а как мы выйдем здесь? Вот через двери. Логично. Так, сейчас. Вот здесь находится ботанический сад Петра Великого. Здесь красивая оранжерея. Если вы также приедете когда-нибудь в Петербург, обязательно посетите. Особенно, когда там проходят фестивали. Например, цветение японской... Чего? Вишни? Да. Очень красиво. Сакуры, да. Забыла слово. Мы вышли, чтобы как раз пройти мимо ботанического сада. Да. Потому что можно было не выходить, правда. Да. Можно было не выходить. Так, стоп, мне надо посмотреть теперь. Где? Где? Кажется, мы потерялись. И смотрите, какое красивое здание. Вот там. Нет, мы не потерялись. Там вот сюда. Ты не знаешь, что это за здание, Маш? Я забыла. Оно выглядит как... Даша нам... Большой замок. Ага, туда. Всё, пойдём. Точно сюда? Ну вот, я вижу, да, уже, что мы здесь точно пройдём. Можно было, правда, не выходить. Не знаю, зачем я тебя вывела. Ладно. Возвращаемся обратно туда, откуда пришли. По-моему, здесь есть несколько каворкингов. Да, и можно поработать и даже арендовать помещение вот в этом здании. Скорее всего. Вот здесь написано название, Лена Полиграф Маш. Это название бывшего завода. Как пройти, правда, к этому зданию? В поисках. Не знаю. Как будто вход с другой стороны должен быть. Вот этого серого. Ну давай обойдём. Давай. Смотрите, как здесь. Так, вот, нашли место. Азиаты. Делаем лапшу сами. Ну, пойдём. Попробуем её. Попробуем. Ух ты. Здравствуйте. Можно вас снимать? Да, можно. Отлично. Да, супер. Можно располагаться на первом этаже, на втором выбрать, какие вам нравятся места. Верху с верхней одежды, кубу, вот здесь есть надробно, на втором этаже не отвешиваются. Ага, хорошо. Сейчас мы тогда пойдём. Куда пойдём? Пойдём наверх. Пойдём. Яичная лапша, она тонкая, длинная и легко прожёвывается. Второй вид, это наш пшеничный удон. Это широкая, объёмная, толстенькая лапша. Мы провариваем до состояния альтенты. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Якиудон с креветкой. Это мне. Якиудон с креветкой. Какая красивая тарелочка у тебя. Спасибо. Спасибо. Даш, ты мне дашь попробовать? Конечно. Что попробовать? Всё, всё дам. Всё дам. Якиудон. Давай, пробуй. Ты будешь смотреть? Да, буду. Подожди, надо ложку. А, ты хочешь? Ну ладно. Я хочу, чтобы ты бульончик попробовала. Блин, запах вообще крутой. Да, я себя прям чувствую каким-то фудблогером теперь. Да. Надо учиться. Ммм. Блин, острота хорошая. Пошу попробовать тоже. А вкус какой сливочный? Да, как том-ям, только вот прямо... А можно твою ложку? Чуть больше острее, да. Так. Да, кстати, вкус похож немного на том-ям, потому что здесь, кажется, такая же приправа. И есть, кажется, корень имбиря. Да. Так, а теперь... И что-то рыбное. Есть ещё рыбный какой-то... Можно я пью лапшу? Конечно. Попробую лапшу. Можно заказывать. Всё-таки он не зря посоветовал, потому что она выглядит... Это, насколько я поняла, они её делают каждый день свежим. Да, да, да. Они прям... Видимо, на этом заморочат. Триумы её не фокусируются. Всё-таки Питер, мне кажется, это гастрономическая столица России. Ты согласна? Блин, это очень вкусно. Да? Держи. Так, а баклажаны ещё попробуй, пожалуйста. Раз ты у нас дегустируешь всё. Раз я дегустатор? Да. Я не понимаю, они... Довольно... Обжаренные, да, немного? Да, это как вот азиатская тема. Я сначала думала, что они будут во фритюре. Вкусно? Угу. Класс. Ну ладно, приятного аппетита. Спасибо. Нам принесли счёт. В общем, мы потратили... Сколько мы аж? 20 евро примерно? 1750? 20 евро. Очень вкусно. Рекомендуем. И вот здесь написано «Чаевые нет монет». Это значит, что чаевые можно оставить по QR-коду. Не обязательно брать с собой наличные. Мы подходим к площади Льва Толстого, и вы видите перед собой театр. Возможно, вам знакомо лицо этого актёра. Это Андрей Миронов. Он играл в фильме «Бриллиантовая рука». Возможно, вы его смотрели. Знаменитая фраза из фильма – это «Чёрт побери». Чёрт побери. Смотрите, здесь афиши театра. «Чёрт побери». Итак, мы идём по Каменно-Островскому проспекту. Это один из самых красивых проспектов Санкт-Петербурга. Он соединяет станции метро «Горьковская» и «Петроградская». И длина этой улицы – 3,4 км. А ширина, как вы видите, небольшая, всего 20 метров. Прекрасные здания. И каждое из них можно долго разглядывать. Они отличаются стилями, архитектурными решениями. Проспект формировался в несколько этапов, начиная с 1712 года. Ну и, как вы понимаете, здесь селились достаточно состоятельные горожане. Здесь и сейчас квартиры стоят очень дорого. По чистоте окон можно определить, живёт кто-то в этой квартире или нет. Собака, смотри, какая лежит. Отдыхает. Основная застройка Каменно-Островского – это доходные дома в стиле модерн. Частные особняки, которые строились лучшими архитекторами города. Доходный дом – это дом, который был создан под сдачу. То есть, квартиры сдавались, поэтому фасады этих домов были особенно красивые, чтобы привлечь внимание новых жильцов. Мы решили зайти в один из дворов. Ой, мусор. Так, хотим войти во двор, посмотреть, что внутри. Немножко обшарпанный дом. Хорошо бы сделать ремонт. Ну, здесь мы видим гаражи, разрисованные гаражи. Дальше у нас контейнеры с мусором. Смотрите, что можно найти во дворе Каменно-Островского проспекта. Отличные мужские туфли. Мусорные контейнеры. Судя по всему, здесь не любят сортировать мусор ни на дно. А, нет, подождите, что я такое говорю? Вот, сортировка мусора, пластик, стекло, все отдельно. Ну, ладно, продолжаем прогулку по дворам. Возвращаемся обратно на Каменно-Островский проспект. Маш, скажи, пожалуйста. Ты из Петербурга? Нет, я сюда переехала после университета. Откуда ты и почему ты выбрала Питер? Я из Новосибирска. Мы с Дашей учились в одном универе, но тогда не общались. И после получения диплома я переехала именно в Петербург, потому что, наверное, выбор был между Петербургом и Москвой. И именно Питер я выбрала из-за уюта, вот как раз городского, потому что в Москве мне этого не хватало. Ну, и, наверное, хотелось переехать куда-то потеплее, чем Сибирь. Сейчас не очень солнечная погода, как с утра, и многие жалуются на такую серость. Но для меня она не представляет проблемы, потому что всё равно при сером небе очень тепло. Теплее значительно, чем в Сибири. Даша знает. Эта зима в Петербурге, кстати, была морозная. Пойдём, перейдём дорогу. И снежная. Мы подходим к Австрийской площади. Когда я только переехала в Петербург, в 2016 году, я почему-то хотела жить именно в этом районе, хотела быть в центре культурной жизни. Мне казалось, что здесь настоящий дух Петербурга. И я искала комнаты, так как у меня не было денег на аренду квартиры. Комнаты стоили примерно 20 тысяч рублей в месяц. И часто попадались комнаты в коммунальных квартирах. Коммунальная квартира – это квартира с длинным коридором, большой кухней, где живут 3-4 семьи. Иногда даже больше, наверное, да? Да, бывает. И вот, по-моему, вот в этом доме, а может быть в другом, но похожем на этот, было объявление «Сдается комната». Девушка, хозяйка комнаты, искала себе жильцов. Но проблема была в её соседях. У неё была очень скандальная соседка. И когда я пришла смотреть комнату со своим другом, соседка вышла и, не поздоровавшись, сказала, глядя на моего друга, «Я надеюсь, этот здесь не будет ошиваться». Ошиваться – это очень такое довольно грубое слово. То есть ходить, гулять. Я надеюсь, этот человек не будет приходить в гости. Это было очень неприятно слышать. И я поняла, что соседка сделает всё, лишь бы девушка не нашла себе квартирантов. Мы подходим к соборной мечети. Это здание в стиле модерн, которое было построено, точнее, его начали строить в 1910 году. Архитектор Васильев взял за образец мавзолей Тамерлана в Самарканде. Мечеть из природного серого камня, обработанного разными способами с традиционным синим куполом. Давайте подойдём ближе, чтобы рассмотреть узоры. В общем, ребят, мы прогулялись по Каменно-Островскому проспекту. Конечно, я вам рекомендую приехать в Петербург и самим с аудиогидом погулять по великолепным улицам, насладиться архитектурой. Маша, тебе понравилась наша прогулка? Да, мне очень понравилось, как мы погуляли. Это вообще один из моих любимых маршрутов по центру. Я всем рекомендую посетить это место. Не забудьте, что у меня есть транскрипции. Вы можете поддержать мой канал Ставп Патроном. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok